Если вы будете работать изначально плохо, это гарантия того, что все кончится плохо. Но если вы все будете делать идеально, да, гарантии, что вы выиграете, нету, но шансы гораздо более велики, чем если наоборот. Итак, ребят, мы разобрали проход с вами обычного открытого гарда, показали проход Галарива гарда. Сейчас я немножко вам хочу показать, как я бы себя вел, если бы меня заплетали в ворнгард. Ну, там, условно, для меня основных два ворнгарда. Это типичный ворнгард, который показывал Кинан Корнелиус сперва, а затем тот гард, который я увидел сначала как Мияо работал, но, естественно, он выкинул, но уже тоже был, он называется Inverted De La Worm Garde. Сейчас вы увидите, потому что эти названия, это один дебилизм произносить, непосредственно в позицию перейдем, вы поймете, о чем я говорю. Как всегда, начинаем с того, что мы изначально никогда не хотим отдавать вот эту руку, потому что с ней вообще уже неважно, в какие гарды вы попадете, с ней вас ждут огромные проблемы, которые, скорее всего, совсем не гарантированы, что вы решите. Если вы будете работать изначально плохо, это гарантия того, что все кончится плохо. Но если вы все будете делать идеально, да, гарантии, что вы выиграете нету, но шансы гораздо более велики, чем если наоборот. Соответственно, давайте, мы располагались так же, как мы располагались, да, человек работает тоже самое, до Лорима условно берет до Лорима, да, я встаю, срываю, и вот здесь он добирается до этой ноги и начинает понимать, что раз он не может добраться до моих рук и контролировать мою верхнюю часть тела, то есть мой корпус или мои рукава, он начинает заплетать мне так или иначе через нижнюю историю. Да, отсюда первое, что я хочу, смотри, здесь можно говорить, к себе и направо меня кинуть, да, вот это сначала тот ворумгард, который я увидел, нет, возьми куртку, да, вот, здесь меня заплели, он человек одной рукой и одной ногой контролирует по сути, ну, практически все мое тело, как осанку и в целом, но не все конечности, вот это самая главная конечность, о которой я вам говорил, никогда ее не отдавайте, ребят, потому что она вам понадобится. И сейчас вы увидите, как вы будете проходить этот ворумгард. Самое главное, опять же, здесь понимать, что этот ворумгард, полный гард до тех пор, пока эта нога здесь, а эта нога здесь. То есть, помните, я вам говорил, что вся моя концепция строит того, что я лишаю человека возможности работать четырьмя конечностями против меня, перешагивая вот эту ногу. Засунуть ее между ног и навязать человеку работу в хавгарде. Условно, самое главное, я никогда здесь на человека переть не буду, я всегда делаю вот это движение. Все, теперь как у человека здесь этой ноги нет, да, это может нас немножко отяжелить, это может нам, ну, скажем так, если у человека сильные руки, он мозги нам попарит, но при этом расположение никаких атак на армбар он не сделает, никуда он не вкрутится. Условно, сейчас основная атака, я вам покажу, вот если мы здесь, да, первая основная атака, опять же, самое плохое, что здесь может случиться, я вам даже это показывал с моего ворумгарда, это если человек этой ногой возьмет вот этот крюк, посадит, прям вот крюк, посадит нас накатить. Теперь у нас проблемы, ребят, мы в самом ужасном положении, в котором можно оказаться, оно даже хуже, чем закрытый гард, потому что в закрытом гарде у меня хоть фронтальность колен была, а здесь я даже повернуться не могу, здесь, ну, человек и руку может сделать, и повалить меня. Короче, здесь вас прям переиграют сто процентов, сюда вообще ни в коем случае не попадать. Более того, нет, нет, держи, 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 не то, что туда не попадать, вы должны знать, что человек, в принципе, может это сделать. И попытка вот держать эту руку, ногу, чтобы она это не сделала, ну, рано или поздно закончится просто вот этим движением, носоруд, да, либо болевой на руку сделала, либо крутится через, то есть здесь у человека опций очень много до тех пор, пока мы не перешагнем эту ногу, понимаете? Все то, что мы сейчас рассматриваем, вот это вот движение, где она меня посадит на колени, движение, где она мне руки делает, вкрутись, 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 да, вкрутиться сюда, это не, 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 самое оборотение не интересует, ногой швырни и сделай свитку, это пункт, да. Все вот эти истории, это типичные базовые атаки из этого ворнгарда, абсолютно строятся на том, что ее нога здесь в полном гарде. Чуть-чуть, бери. Да, да. То есть, опять же, смотрите, мы здесь, сразу нужно понять, что в этом гарде ловить нечего, нужно первым же делом искать вот эту ногу, искать ее, перешагивать сюда. Все, теперь человек меня никак не посадит на колени, теперь человек никак нормально не вкрутится. Все вот эти основные штучки, которые мы только что рассматривали, у человека он лишен их. Просто потому, что у него больше не полный гард, а именно, как бы, полугард. Да, он еще технически в ворнгарде, там вот рук может держать, но, по сути, я в полной безопасности. Если прям нужно условно прям проходить, ну, я бы, наверное, шел сюда, добирался до головы, осуществлял бы давление, в итоге бы освобождал свою правую ногу и прошел. Но давайте смотреть правде в глаза. Если человек очень сильный, вообще, ну, не факт, что у меня все это получится сделать. Условно, даже сорвать вот эту руку, там, какой-то, я не знаю, стероидный мужик, у которого руки никогда не разжимаются, вас возьмет, ну, вам тут будет прям очень тяжело. Но, тем не менее, нужно понимать, что ему тоже здесь ничего не светит. Главное, не торопиться, не делать невынужденных рисков, при которых он вытащит свою ногу, условно, и засунет нас сюда обратно, потому что теперь, помимо того, что, мало того, что мы захватывать больше не сорвем, он может быть первым на движении, последнее на колени, вытащить меня на армбар, куда угодно. Поэтому главное, запомните, вот это движение сразу лимитирует соперника возможности. Никакого не слайса здесь даже не пытайтесь сделать, абсолютно невероятно это будет. Чаще всего я бы все строил вокруг вот этого захвата. То есть у него нет главной истории в хавгарде, и при этом, я помните, когда я рассказывал вам, как я работал в армбард, я сказал, когда меня перешагивают, я бросаю все это дело, возвращаю руки сюда, как раз потому, что для меня, как для гардплеера, важнее всего не пускать человека в голове. Если мою голову обнимают, ребят, ничего хорошего не ждите, ну, я ничего хорошего уже обычно не жду, меня обычно переигрывают и мучают, потому что голова является первым индикатором того, что есть ли в теле мобильность или нет. Все движения начинаются с головы, да. Вот этот head movement, все креветки, все мосты, все это делается, когда голова свободна и может начинать движение. Мы никогда не увидим, там, условно, голова пришпандорина, и она тут много двигает, это невозможно, понимаете. Все движения начинаются с головы. Если вы это понимаете, главное, как просто, как в теории, вы знаете, как лимитировать и иммобилизовать своего соперника. Соответственно, он здесь держит меня, да, правильно взял, да? Он здесь меня держит, ну, если вдруг он, как бы, не понимает угрозы, не понимает, что его полный гард закончился, несмотря на то, что он технически в форме, отлично, я иду сюда к голове, осуществляю давление, делаю здесь что угодно, если могу руки атаковать, ну, суть в том, что я рано или поздно все равно освобожу свою ногу. Даже если нет, ну, как бы, ну, хорошо, сколько судья позволит человеку просто держаться за этот захват и ничего не делать? Если мы рассматриваем ситуацию IBGE просто, я пойду, я стараюсь пройти, я стараюсь освободиться, но вряд ли судья будет смотреть, как 10 минут подряд соперник просто держится вот так за куртку, и ничего не происходит. Я более чем уверен, что ему начну давать пассивы. То есть, моя работа должна быть такой, что либо я действительно работаю, прохожу, либо прохожу так, что у человека нет возможности, кроме как он заниматься стойлингом. То есть, по-русски это тянуть время, за что судья обычно дает пеналлити, наказывает и вынуждает вас начинать работать. Это самое главное. Я, ну, как бы, должен держать себя в безопасности, должен осуществлять стремление пройти гард. Основное стремление для меня это вот это. Раз, два. Если мы берем... А, приди обратно. То же самое. Может быть, вот только она начала, да. Я уже здесь буду это проходить. Зачем мне ждать, пока ситуация станет прям плачевной, понимаете? Вот чем раньше вы начнете это делать, тем больше вероятность успеха. То же самое. Ничего не делать. Идем сюда к голове, осуществляем достаточное давление в куртку. Можно даже, извиняюсь, в шею. Можно даже достать куртку вот сюда, схватить. Все. Здесь теперь я уже буду делать, что хочешь с соперником. Буду работать, буду освобождать свои ноги. Рано или поздно я освобожусь и пройду. Абсолютно то же самое, абсолютно то же самое, если она взяла вормгард. Как Кимон Корнелию в самом начале брал, когда вот... Ой, вот здесь, вот здесь. Да. Вот этот вормгард. Ничего не меняется. Я здесь ни в коем случае не буду с ней бодаться и ждать, что она... Ну, условно, ее основные атаки, встаня на левую руку. Да. Делать техникул стендап. Вот эти атаки. Зачем ждать? Сразу опять то же самое. Все. То же самое. Попав сюда, мы опять же можем и пытаться это сорвать. Но если это не получается, ничего страшного. Все то же самое. Ребят, добираемся до головы. Воздействуем, не даем ему работы. Стараемся движением с пола освободить ногу. С пола вот такой вот отброс ног, который мы делаем, когда нам обычно входят ноги, чтобы повалить. И забираем сюда, проходим. То есть, как я сказал, что никаких чудес уже тут не будет. На самом деле, вам главное понять, главный принцип гардинга, то есть, работы в гарде, это стараться работать полным гардом, чтобы у вас 4 конечности всегда были в игре. Раз главный принцип 4 конечности иметь в игре, главный принцип обхода гарда будет убирать эти 4 конечности из игры и по одной их отключать. Это словно, если 4 вместе вкупе работали очень продуктивно, то забрав одну, они уже 3 не работают так, что типа на 20% хуже. Они гораздо хуже работают, потому что концептуально все строилось на том, что они взаимозаменяемые. И как вы знаете, одна другая помогала. Одной нету, все 3 начинают хромать. То есть, не то, чтобы там, ой, чуть-чуть там на 25% хуже работа стала. Работа станет хуже в 50-60%. Именно поэтому, когда я работаю в гарде, в условном, в какой гарде я работал, если мои обе ноги в игре, не важно какой гард, я всегда хочу хватать и придерживать при себе. То есть, я полностью осуществляю контроль человека в этом гарде. Если человек условно даже перешагнул одну мою ногу, все, меня это больше не волнует. Я хочу работать от защиты, не пускать человека увеличивать свое преимущество, развивать его, не пускать, главное, вот эту руку к моей голове, потому что на этом вообще ничего хорошего не построится. И до тех пор, пока вот я навязываю здесь хавгард, я скромно работаю этим гардом. Возможно, отсюда буду вывешивать что-то, опа, освободилось, все, снова работаем открытым гардом. Ну, не открытый, я постоянно, сам вам говорю, что его надо назвать полным гардом, а сам то его закрытым, то открытым называем. Главное, он полный гард или полу гард. В полу гарде я работаю от защиты, руки здесь, не позволяет не идти сюда, не позволяет хватать ногу, она хватает убирать ее, потому что все проходы сюда, так или иначе, будут связаны у человека с этой рукой, с этой ногой. Постоянно ноги, да, обходи, 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 да, вот, обходить, да, обошла ногу за счет этой руки. Дальше эта же рука будет стремиться к голове. И здесь важно, да, не пускать ее сюда, держать и теперь восстанавливать ситуацию. Я придерживаю левой рукой, буду уходить сюда, восстанавливать. Только полный гард остановился, я вот так вот сидеть, ждать следующей атаки не буду. Только восстанавливался, я сразу хватаю, пытаюсь навязать свое, делать свои атаки, понимаете? Это очень важно, понимать, в какой момент нужно защищаться, в какой момент нужно моментально навязывать атаки. Вот это основное отличие меня от почти, ну, от многих спортсменов России, потому что я четко понимаю время для атаки, четко понимаю время для защиты и умею, и умею в теории и в тактике правильно выстроить свою схватку. И если вы будете обладать этими же знаниями, абсолютно ничего вас от меня отмечать не будет, вы будете так же и в теории, и на практике правильно и продуктивно работать. Поэтому, как и говорю, эти знания, они доступны абсолютно для всех, это тут никакой уникальности, никакой там 4 руки, 5 ног не нужно, чтобы уметь этим работать. Нужна просто разумная свежая голова, которая понимает и уважает все позиции, понимает, что есть законы физики, которые игнорировать просто глупо. Если вы будете этим пользоваться, у вас будет борьба вот такая и будет приносить вам только удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, ребят, подытожим все то, что я вам сейчас рассказывал. Весь мой вот этот проход топ-гейма строится, ну не проход, я имею в виду топ-гейм, расположение сверху и проходы гарда строится на том, что я изначально объясняю вам, что важно не попадать в такие гарды, в которых уже нет пути назад. Это вот закрытый гард или гардовыми рукавами. Все было построено вокруг того, что я всегда лидировал правой ногой вперед, закрывая свою линию сгиба, поскольку если вдруг она бы откроется, уже не важно, чем вы лидируете, вас приведут сюда и закрытый гард в две руки. Поэтому мы демонстративно только правой ногой лидировали вперед, закрывая линию сгиба, принимая то, что человек может работать с этим рукавом, принимая, что он может работать с этой делоривой, но какие бы из гардов он не выбрал с моим вот таким расположением, ключ был всегда вот здесь. Вот эта рука, которая свободная от его захвата, может свободно достигать ногу соперника, которая всегда околачивается. Здесь, если мы рассматриваем полный гард, напоминаю, полный гард, это когда обе ноги соперника визуально либо перед нами, либо вот обивают нас в открытом гарде, там какие-то лассо или даже тот же закрытый гард. Да, но закрытый, как вы поняли, это беда. Вот, до того, как он закрылся, эта рука всегда имеет доступ визуально вот к этому расположению, где нога соперника околачивается, всегда с гриппом мы хватали, и так или иначе буквально навязывали ее между наших ног, делая полный гард, половиной гарда. То есть человек работал с двумя ногами, его одну ногу отключили, и все, он уже вынуден работать хав гард. Соответственно, это самое главное, что вы должны были усвоить. То есть изначально выгодное расположение, изначально понимание того, на чем строится гард-плей соперника, и тогда вы будете знать, на чем будет строиться ваш топ-гейм. Вот, если вы правильно поймете и усвоите эту концепцию, и не отходя от нее, вы можете интегрировать любые свои темы, свои техники, свои гарды в нее, понимаете? И тогда, ну, точнее, свои проходы гарды, извиняюсь, вы спокойны, это не то, что вы должны проходить именно так, как прохожу я. Я просто знаю, у меня есть несколько моих любимых вариантов, которые ложатся на эту концепцию, которую я вам сейчас рассказал. Если вы добавите свои, я с удовольствием их приму даже в свой арсенал, потому что я, как губка, всегда впитываю важную и полезную информацию, и вам всегда советую быть такими же, потому что мы, ну, век живи, век учись. Сколько вот вы занимаетесь, столько вы должны развиваться. Как только вы перестанете развиваться, как вы помните, у вас начнется путь вниз. Поэтому я буду рад, если вы мне расскажете и покажете свои любимые варианты. Я вам рассказал свои. Главное, помните, актуальность именно этой концепции, она работает до тех пор, пока вы из нее не выходите. Поэтому берите на вооружение, делитесь своей информацией с нами, как я поделился с вами, и давайте учиться вместе. Есть такие гарды, как Иксгард, как Дипхабгард, в которых человек буквально располагается под нами, и у него другие способы осуществления контроля вашего тела, которые от вас будут требовать других способов решения этих проблем. Мы эту концепцию постараемся для вас разобрать, поскольку она важна, и я уверен, она вам понравится и будет интересна. Ждите на БЖФрикс, мы с вами полностью разберем и эту концепцию, и также еще в подарок вы получите концепцию по уровням защиты и работы Иксгарда. Субтитры создавал DimaTorzok